То невеликий плюс, то слабый минус – самая коварная амплитуда для лёду на водоёмах. При такой температуре он вельми худко страчивает рывалость. А сёль это такое надворье, литерально увесь лютый. При этом многие рыбаки заплющивают в очи на великую рызыку и не отмавляются от выхода на лёд. Это Любинское озеро. Раница и на слубку термометра, крыху ниже и за ноль. Поболь с берегом вода давно оттала. Далее начинается вельми крохкий лёд. Его полотно по всем в озере зараз абсолютно ненадейное. Але у сёг это не спынила аматра у зимовой рыбалки. Двое мужчин трымаются ближе до берега, и аж че двое раскидали снасти литерально на середине водоёма. На табличке, яке застерагаются от выхода на тонкий лёд, видовочно не звернули ніякую ваге. А межтым за выходные дни троих смельчаков довелось ротовать с ледяной воды. В районе деревни Мордвин, Петриковского района, мужчина 50-летний убыл на рыбалку на надувной лодке на затон реки Припять. Где-то около 21 часа 30 минут лодка у него сдулась по какой-то причине, и мужчина оказался в воде. Хорошо, что там была небольшая глубина, но он находился в воде, стоя по грудь. Уже на следующий день, минувшее воскресенье, в городе Добруши 71-летний мужчина и 70-летняя женщина стали переходить реку Ипуть. В итоге оба провалились под лёд. Поступило сообщение в районный отдел по челюстяным ситуациям. Они передали сообщение нам, и выехали спасатели РОЧС и спасатели Добрушской спасательной станции «Асвод». С початку зимы хвярами воды стали четыре жихари Хомельской в области. Продолжение следует...